Здравствуйте! Это программа «Влияние». В студии для вас работает ведущий Алексей Боровских. Наверное, самая обсуждаемая новость последнего времени – это сначала арест, а затем триумфальное освобождение из тюрьмы чиновницы из Кентукки. Ким Дэвис, как известно, не подчинилась решению Верховного Суда Соединенных Штатов Америки и отказалась регистрировать однополый брак, сославшись на религиозные убеждения. Примечательно в этой ситуации то, что на передовой духовно-нравственной битвы оказались не мегаобщины или известные пасторы, а самая обычная прихожанка провинциальной церкви. Уже нельзя сказать, что это они там наверху разберутся. Выбор делает каждый на своем месте здесь и сейчас. И выбор не всегда очевидный. В СМИ публикуются результаты опроса в церквях. Трое из десяти евангельских христиан в Соединенных Штатах Америки не против однополых союзов, лишь бы их не называли браками. Так что же происходит с духовным иммунитетом церкви? Можно ли повысить плодоносность христиан? Что такое бесплодие и что такое плод? Об этом мы сегодня поговорим в нашей программе с гостями студии. Итак, сегодня в нашей программе старший пастор церкви Дом Хлеба Александр Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Пастор церкви Дом Хлеба Сергей Витюков. Добрый день. И пастор церкви Дом Хлеба Владимир Котяков. Здравствуйте, Алексей. Не случайно я вас так позвал в качестве экспертов по плодоносности. Дело в том, что в СМИ публикуют 13 сентября в Сакраменто в церковь Дом Хлеба начинает городской духовно-просветительский проект «Нет духовному бесплодию». В течение трех месяцев прихожане, члены церкви, гости общины станут участниками и свидетелями целого ряда событий. Это и ток-шоу, и мастер-классы, и даже выставка служений, и многое-многое другое. В связи с этим у меня возникает такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, тема духовного бесплодия должна подниматься на уровне города? Что такого происходит в нашем славянском христианстве, что требуются столь кардинальные меры? Александр. Ну, если позволите, да, я начну. Думаю, что выросшие в христианских домах в третьем-четвертом поколении христиане имеют свое представление о духовном плоде. И ни в коем случае мы не пытаемся его как-то опровергать. Просто, на мой взгляд, оно сводится только к богослужебной практике. Или в большинстве случаев сводится к богослужебной практике. Разумеется, эти люди ведут себя правильно, порядочно и на работе, и в школах, если мы говорим о настоящих христианах. Но просто наблюдая и даже беря в основание или в качестве примера этот пример с этой женщиной, мы понимаем, насколько больше, скорее всего, Бог рассчитывал или предполагал, чтобы церковь была вовлечена в такие процессы в обществе. И мы поставили перед собой задачу открыто, более углубленно посмотреть, как христиане разных прослоек общества могут быть полезными в быту. Не в воскресный день, просто посещая церковь и имея общение, и поклоняясь Богу, и назидаясь от слова. Насколько на основании священных писаний обычный христианин, нерукоположенный, он может быть непризванный, прямо скажем, в полное служение в церкви. Или нет у него слуха, что он даров каких-то особых. То есть, что этот человек может сделать в быту с понедельника по пятницу или по субботу? То, что вы говорите, звучит несколько революционно, потому что совсем недавно, допустим, у меня состоялся такой разговор с хорошей сестрой, христианкой. Она поделилась своей проблемой. Многодетная мама, постоянно занята по дому, и на нее навалилась депрессия, потому что она считает, что у нее совершенно нет духовной жизни. Она не служит в церкви, она не может участвовать, например, в хоре или еще где-то. Она какое-то время вынуждена служить дома, но служением она это не считает. Сергей, как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы поменять эту парадигму? Ну, во-первых, наверное, определиться, что такое плод. Так. Сама начала. Плод — это, прежде всего, согласно учению Библии, это три главные составляющие плода. Это первое — характер, преображенный в характер Христов. Плод духа — это внутренне преображенный на личность, которая отражается, вторая часть составляющего, в делах, поступках и жизни. И третий результат — характер, действие, результат. Вот это все называют Библиоплод вместе. Первое — кто должен преображаться в характер Христов? Да, все. И если человек преображен в характер Христов, ее внутренняя жизнь процветает, он автоматически будет плодоносен. Он влияет. И вот это влияние, влияние его… Влияет добрым примером. Добрым примером. Он письмо Христово читаемое, но везде. У станка папа работающий или рабочий, у плиты мама, многодетная мама, она влияет. Вот это влияние — это как раз и есть вторая составляющая плода. И, конечно, с надеждой, что будет результат. Это изменена жизнь людей, это спасение и так дальше. Ты спросил Александра, почему так важна эта тема? Наверное, по трех главных причинам еще ко всему. Это первое — потому что учит эта Библия. Второе — плод — это то, что прославляет Господа. И в конечном итоге составляющая — это плод, это наша награда. Первое — это спасение, а второе — чтобы получить награду. Это две вещи, которые мы должны работать всегда на земле. Спасенный должен работать и на награду. Если обострить, простите, Алексей, если обострить эту проблематику, недавно я тоже был свидетелем или вовлечен был в такой разговор, насколько трагично быть бесплодным, если даже возвратиться к определению плода, который дал пастор Сергей, насколько трагично для христианина... Все равно мы мыслим эгоцентрично, эгоистично. То есть это угрожает моему спасению. Я могу потерять вечную жизнь, я могу вообще... Серьезные последствия, если я бесплоден. Или моё спасение основано в любом случае на подвиге или на плоде Иисуса Христа, который Он совершил, да? Вопрос тоже немалозначный, интересный и даже, может быть, controversial, как бы провокационный, потому что и так, и так можно смотреть на ситуацию. Где-то сам рост, само развитие предполагает пользу от твоей жизни, предполагает, если ты на лозе, предполагает. Да, мы создаем Бог во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Наверное, действительно, вот как и говорит Сергей, что здесь, если ты приносишь добрый плод, ты будешь иметь награду в дополнение к вечной жизни, в дополнение ко спасению, потому что спасение всё-таки не по делам, оно по благодати Иисуса Христа. Хорошо, тогда у меня большой вопрос. Получается, что я могу быть спасённым и не приносить плод? Получается, по учению апостола Павла, что как головня из огня, если даже дело твоё сгорит, всё твоё дело, что ты строил, да, сгорит, потому что каждого дела обнаружится, огонь открывает, в огне открывается, даже если он пишет «дело сгорит», впрочем, сам спасётся человек, как головня из огня. Как я понимаю, головешка – это уже обугленное дерево, оно уже обгорело извне, но там внутри ещё древесина. То есть, как бы специально, наверное, апостол Павел делает такой образ, создаёт такой образ, что тебя-то спасут, но, в принципе, это очень не перспективно. Видишь, в Евангелии есть два главных призыва. Два главных призыва. Первое – это покаясь и вероясь в Евангелие, это область спасения. И второе – обязательно плодоносность, или делай правильные дела, которые прославляют Господа. И две задачи, которые мы должны главное решить на этой земле – это вопрос спасения, это первое. А для спасённых обязательно звучит второй призыв. И вот этот первый призыв, большая часть говорит церковь – покаясь, веруй в Евангелие, изменяйся и так дальше. А вот второй, как-то менее мы обращаемся к верующему, которые уже ответили на первый призыв – это плодоносность. Вот недавно совершенно я молился, и мне Бог очень такое сильное, такое обличительное слово. Ты меня обкрадываешь. В смысле, как я могу тебя обкрадывать? Тем, что ты не исполняешь то, что я тебе говорю. Тем, что ты больше не вникаешь в слово. Тем, что ты больше не делаешь то, что я… То есть, в смысле Господь? Так я там в церковь хожу, я служу в церкви. А Бог говорит, нет, я хочу обратить внимание на ту часть жизни, которую я тебе поручаю, что ты должен исполнять. Ты не сужаешь ответственность за определённое поручение в твоей жизни. То есть, Иаков говорит, грех, в нашем понятии грех – это что-то сделать плохое. А Иаков чётко говорит, если ты разумеешь делать и не делаешь добро, тебе грех. То есть, если Бог тебе открывает и даёт поручение, Бог зовёт человека дальше, чем просто ходить на служение, чем просто не грешить. Дальше. Намного дальше. Видишь, один текст, который меня немножко смущает даже в отношении к тому, что ты говорил, что всё-таки из-за человека, который закопал талант, это способность, там есть огромная ответственность и страшная ответственность. Александр, у меня к вам вопрос. А как вообще появилась эта идея? Идея, значит, создать этот проект, духовно-просветительский проект «Нет духовному бесплодию», который, как я напомню телезрителям, стартует уже 13 сентября. Дело в том, что мы об этом много говорим. Вообще в церкви на это обращается много внимания. На призвание, на то, как изначально Бог что-то о тебе имел в виду, Он дал тебе жизнь не просто так, спасение не просто так, что от тебя чего-то ожидает Бог. То есть об этом говорится много годами в церкви. Но как-то более обострённо это я почувствовал. Летел где-то в самолёте, очень остро это пережил в своём сердце. Как-то так встал вопрос, что если бы у меня был последний год жизни или возможности служить в церкви Дом Хлеба, что бы самое главное я хотел сказать этим людям? И я понял в результате размышлений, что самое главное, я бы хотел удостовериться, что эти люди, придя при лицо Божье, они придут с какой-то пользой, практической, конкретной пользой, всесторонней пользой, не только вот характер, что, наверное, первично, само влияние, добрый пример, что воодушевляет, что подрывает. Я сам безумно люблю читать биографические книги, они меня просто подрывают. Обычный человек пошёл, сделал, посвятил себя чему-то, очень вдохновляет. Но больше, максимум, что мы можем сделать? И я понял, что я не хочу просто в рамках церкви это делать, потому что создаётся какое-то подозрение, что это просто пастор заинтересован, лучше сделать территорию, больше похвастаться успехами своей церкви, больше провернуть бренд этой церкви. Но Бог свидетель на небесах, что это всё абсолютно неинтересно, если смотреть на саму душу человека, где бы он ни был задействован, что бы он ни делал, меня интересует сейчас человек в любом возрасте, лишь бы он, придя пред Господом, действительно мог что-то принести. В одном из ваших интервью я читал, что вы задумались о том, как бы себя вела церковь, если бы она знала, что она живёт, например, последний год. Очень по-другому. Алексей, вот у нас будет 7 или 8 ноября, это будет воскресный день, мы как-то собрались со советом, и Александр презентовал ту идею, направление, и он говорит, одно воскресенье хочу, когда люди придут, убрать все стулья и пригласить все служения с города, с штатов, кто хочет, прилетит, наши сотрудники, и пускай откроются возможности. Для наших служителей некоторых это был шок. Как это так? Пригласить других служений, чтобы перетягивали наших людей. И Александр как бы уверял, здесь вопрос вообще не в территории, здесь вопрос в том, чтобы людям дать возможности раскрыть, и чтобы человек, придя в воскресное служение, у нас будет такое воскресенье, когда у нас будет накрыто, может, 80-100 разных служений, человек может подойти, познакомиться, подойти к столику пастора Сергея или к служению Александра Шевченко и увидеть возможности, где он может служить. И мы понимаем, что приглашайте служение, наши церковные люди свое сердце, время, ресурсы смогут переключить. Но наши... А почему? Почему бы и нет? Чтобы люди принесли плод. А правда, вы не боитесь? Слушайте, на самом деле, как бы страшная идея, можно терять, но на самом деле... Ведь церкви достаточно консервативны в этом плане. Все к себе. Все к себе, все поближе, своя рубашка ближе к телу. А здесь вот смотрите, вы приглашаете 80-100 служений со всей Америки. Это я, насколько знаю, и церкви, и миссии, реабилитационные центры, и средства массовой информации. В общем, все те, кто служит на разных участках, и, может быть, не обязательно служат, скажем так, под аффилированность церковью Дом Хлеба. Даже американские служения. Даже американские служения. Надо посмотреть на эту ситуацию. С какой стороны? С одной стороны, мы можем понимать, забирают наш ресурс, с другой стороны, мы расширяем свое влияние. Программа влияет. Да. Видишь, если смотреть на церковь, то есть на богослужение, только на, я как и называю, церковной территории, тогда это так выглядит. Так. Но статистика говорит, что на церковной территории, так скажем, или на наших богослужениях, в среднем задействованы до 10% прихожан. То есть это очень трагичный момент. Я считаю, здесь надо очень серьезно остановиться. Около 10%. Это считается средним. То есть как бы церковь не старалась предоставить площадку для служения, она не может для всех людей, не может. Не может, да. Вот парадокс. Если кто-то 10, 15 или 20, это вообще очень сильно. Вот можно здесь остановиться не наша, не другая какая церковь, в силу каких-то непонятных причин, понятных причин, не может всем. Почему непонятные, Александр? Она объяснит. Потому что Бог не даст все служение только на церковной территории. Иначе мир останется пустой. А церковь будет очень гордая. У них и репцентры, у них и типографии, у них и радиостанции. Александр, кто больше голодный? Человек внутри церкви или вне церкви? А Бог добрый Бог. И он видит голодную душу вне церкви. Не, ну вопрос, конечно, почему церковь не может развить все служения? Христос же сказал, что поле большое, а делователям всегда будет мало. То есть не нужно маленький территорий. А у нас всегда как бы портфелей мало в церкви. Там будет толкаться, а там будет пусто, конечно же. Или помните, да, когда ученики подошли к Иисусу и сказали, вон, ходят не с нами. Да, то есть какой вывод? Как устроен сам механизм? Сам механизм церкви звучит так. Я говорю не область возрастания, спасения, я говорю сейчас богослужения, то есть служение. Церковная территория или наше служение, это тренировочная площадка, это классы, где учатся остальные. 10% обязаны, обязаны их задачи учителей научить 90% служить вне церковной территории. Вот главное, я считаю, То есть благословить их, отпустить, вдохновлять, быть в других служениях, заниматься... Как апостол, пророк, пастырь, учитель. Совершение святых на дело служения. Но вы понимаете, что вы говорите радикальные вещи? Вы понимаете, что каждая церковь болезненно реагирует, если их бизнесмены, образованные люди идут через дорогу и начинают там себя задействовать? Александр, я думаю, это проблема, что нет менталитета Царства Божьего. Они не умеют видеть церковь и тело Христа в общем. Вот на американцев, извиняюсь, Алексей, на американцев, на американской церкви гонят, ну, извините, славяне, да, постоянно. Они даже не могут взять время пойти и увидеть, сколько те люди за последние 100 лет принесли плода, сколько миссионеров выслали. Сколько они послужили. Как-то вот видят только вот славяне, мы святые, мы спасаемся, еще нужно все вместе как-то в Аравию еще уехать. Александр, знаешь, в Аравию, в Астралию. Если мы не распустим, мы обязательно создадим внутрицерковную проблему. Они будут толкаться, конкурировать, конфликтовать. Потом устанут со временем, перестанут вообще домогаться любого служения. И сядут пассивные критиканы на наших скамьях. Вот и все. Сергей, вот как раз в подтверждение ваших слов, да, вашей вот этой мысли, у меня есть статистика. Если не считать свадеб и похорон, то половина протестантов посещает церковь еженедельно. Еще 33% опрошенных сказали, что делает это несколько раз в месяц или год. Остальные 17% американцев, идентифицирующих себя с протестантизмом, посещают церковь крайне редко или не делают этого вовсе. 17% это много. Номинальные христиан на сегодняшний день, те, которые признаются, что только считают себя христианами, но церковь уже не посещают. Это как раз та самая проблема, когда человек не нашел себя в церкви и через какое-то время оказывается уже вне ее. Ну что, друзья, мы как бы говорим, подняли такую интересную сторону, как бы церковь не дает возможности. Но в то же самое время, у меня как бы вопрос, а как помочь вот ленивым людям? А их много. Ты предоставляешь возможность. Я понимаю, что это другой вопрос, но это тоже вопрос, как им помочь, как их вовлечь в служение, как их вдохновить, как им открыть двери, показать и направить. Я думаю, для этого и создается эта тема и лени, и этому лукавства, то есть способности оправдать лень, что есть лукавство, хитрости будет уделяться тоже внимание, и это серьезный порог. Если в Библии написано ленивый и лукавый раб, значит, это серьезные извинения, которые человеку самому казалось, что оно имеет вес, а хозяин разоблачил. Одна сторона — обличение, вот то, что ты говоришь, а вторая сторона — это мотивация и вдохновение. Вот представь себе, у нас же такая будет тема даже в этой программе, что может наодетная мама, как ты говорил, быть служителем прямо у плиты, даже если она это осознает и поймет, с какой радостью она будет делать богослужение, варить очередной борщ. Это, пойми, что в конечном итоге люди нуждаются в возвышенной цели, чтобы делать вдохновенно работу. И если обычно варивая борща, ну, я образно говоря, ухаживание за детьми, она увидит эту цель как богослужение. Потому что это так никогда не рассматривалось. Как богослужение, это правда. Как богослужение. Это даже не рассматривалось вообще как работа. Моя жена не работает. Да. Или у станка. Только я работаю. Или человек, который работает у станка на босса, Библия говорит, служи ему как Господу, и за это служение ему же, как Господу, ты получаешь даже награду, это учит Библия. Хотя ты работаешь за станком на босса, от Бога ты получаешь награду. Обязательно. Мы согласны с тем, что все начинается из твоей духовной жизни. Все начинается с твоего хождения перед Богом. И тогда вытекает. Но проблема какая, что люди не научены видеть служение, те, которые даже в духовном правильном состоянии, у них служение это прийти в церковь на воскресенье и попеть псалмы. Это ж, ну, извините меня, в каком-то смысле это бред. Видите, какая проблема? Проблема огромная. Огромная. Мы считаем служением только вот эти 10%, которые конкретно в воскресный день задействованы, а остальные 80-90% происходят. Именно они имеют доступ к неверующим людям. Остальные на достижение. Это похожая проблема, да, разделение на мир и клир, с которой столкнулась православная церковь, католическая церковь, сегодня сталкивается протестантская церковь. Но дело в том, что то, о чем мы сегодня с вами говорим, это на самом деле не какие-то новые вещи. Это возвращение к тому, что уже было. Это библейская, и особо я бы отметил, что это и протестантская этика. По Максу Веберу, который еще в 19 веке написал знаменитый труд «Протестантская этика и дух капитализма», он сказал о том, что эта этика заключается в том, что человек на своей работе и в повседневной жизни являет Христа честным, добросовестным отношением к труду. А вот нам, славянам, присуща храмовость, храмовое богослужение, это культурный аспект, порой даже для протестантов. Спроси сейчас в церквях первопопавшихся, какая ситуация у вас возникает при слове «служение»? Сразу все скажут. Ну, конечно, воскресное богослужение. Пение и проповедь. Вот опять же, Вебер пишет, что это честность, порядочность. Опять же, это одна сторона. Другая сторона, то, о чем говорит Сергей сейчас, он говорит, что буквально ты моешь пол, ты служишь Богу. Если это правда, если это правда, если эту точку зрения можно обосновать богословски, это революция. Я помню, когда я устроился работать, Тед такой был, мой хозяин, и он был буддист. У него стоял Будда, он всегда с ним делил груши, одну надкусит, другую ему дает, складывал возле него. И это моя первая работа в Соединенных Штатах. Мне было 18 чем-то лет, и я пришел к нему работать. Меня, конечно, трясло от этих вещей, и откровеннейший язычник, там, кадил этим Буддом, всему, я к нему пришел, говорю, вообще, это твой Бог? Он говорит, да, если ему падет, разобьется. Ну, пошел, мне на полке показал, там, десять таких лежит, он говорит, другого поставлю. То есть, я не понимал, я человек, верующий в Бога, и Бог начал со мной работать. Он сказал, все, что ты здесь, Бог говорил с моим сердцем, все, что ты здесь делаешь, делай, как для меня. Я себя не узнаю. Это был переворот. Я залазил под шкафы, после рабочего дня, вытирал пыль, сплинтусул. Он пришел на меня, смотрел, говорит, что ты делаешь? Я говорю, я работаю. Он на меня смотрел, нет, что ты делаешь? И я ему пытался объяснить, что я прежде всего работаю на Бога, а потом на тебя. Я буду за это иметь награду. для меня это революционный момент. Потому я часто говорю, что момент даже не в том, что именно ты делаешь, момент, для кого ты это делаешь. Все делайте, как для гостей. Все делайте, как для гостей. И такого человека помести в любое общество, в любой университет, в колледж, и он там будет переносить полный автоматический бонус. Он автоматически будет первым. Да, он не счет плот, он правильный человек. И оказывать этим самым обязательно влияние. Вот именно люди с таким мышлением оказали колоссальное влияние на развитие Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Потому что все, что они не делали, делали как для Господа. Плюс аскетизм, скромность, плюс это нравственные принципы. Получается, человек хорошо работает, работает, зарабатывает, зарабатывает, мало тратит, мало тратит. У него появляются финансы, у него появляется время, у него появляются ресурсы влияния. Так и произошло. Я помню, лет 10 назад я приехал на работу, работал на стройке, и был мужчина, он воевал где-то там в Вьетнаме, рассказывал за свою жизнь, и он не смог закончить свою работу, он отрезал себе 4 пальца, и мы пришли их обратно, и нам пришлось заканчивать работу. И когда мы находились, и у меня был такой момент, такой переворот внутри, духовный, где я много молился, и что интересно, я помню, как сейчас. Я каждый гвоздик забивал, я забивал, сколько нужно по закону. Хотя можно забить, и закрыть, ничего не надо. И тебе дух все это прям говорит, вот это делай так, вот это делай так. И когда у тебя правильное духовное состояние, к чему я за этого человека сказал? В конечном итоге мы вместе молились, он принял Христа, и Бог мог меня употребить. Так, как гвоздики забивать, употребить, так этому человеку послужить. Это революции. Я был в Ереване, сейчас вспомнил к слову, Баграт, помощник пастора Артура Симоняна, он говорит, у нас в церкви есть бригада, ребята купили всего лишь бетономешалку, попросили 5 тысяч долларов купить им хорошую бетономешалку. И они открыли бизнес, заняли деньги, открыли бизнес. Но из-за того, что они честно ведут себя, потому что воруют бетон, этот цемент, который добавляют, когда смешно мало добавляют, мало добавляют, больше песка, потом она не держится, сыпется все, у них очередь. Хилтон сейчас, гостиница строится, или какая-то большая американская компания, они сказали, мы ни с одной компанией в Армении не заключаем контракт, только с этими ребятами. То есть естественный рост, когда ты делаешь это как для Господа, ты врать не можешь, ты понимаешь, что ты чтишь Господа, ты естественно оказываешься во главе и не в гости. А еще если Бог добавит, благословение во всей Паркаде. А Бог это благоволит? Конечно же. Он располагает людей? Это мне, вот вы каждые сказали, как переменилось мышление. Однажды подошел ко мне один человек, он, ну, с трудом, несколько слов мозг говорит, ну, не разговорчивый вообще, но он отличный работник. Он делал боссу действительно как для Господа. Еще такой босс попал, нервно немножко участник войны, знаешь, как-то даже ударил его. Вот так, даже такие вещи. А он говорит, а я делаю вот как для Господа. И я вот как-то спросил, как-то сели с ним разваривали, говорит, слушай, я ничего не сделал в жизни. Ну, ничего, не пел, не жертвовал, ну, ходил на собрание. Ну, такое, я прочитал послание Ефесяна мимо. Говорю, видишь, когда ты делаешь как для Господа, есть особая награда. Я уверен, что за вот это благослужение ты принес огромный плод. Как помню, он плакал, знаешь, его зацепил вот за сердце его, что он может вот служить Богу не только на кафедре. То есть мы можем сделать все-таки вывод на основании этого свидетельства, что не мы первые это открываем, взять наших родителей, взять отцов. Они, может, не знали всех этих терминов, служения, призвания. Но в то же самое время за то, что они жили Богом, любили Бога, они везде являли и служили. Между тем, есть опасность, потому что большой процент людей, у них есть чувство вины. Их это давит, как мы заговорили. Мы обязаны, как служители, просветить эту ситуацию. Что это служение? Прояснить, показать, обосновать на основании священных писаний, что это служение. Потому что это отношение. Служение — это отношение. Ты все равно работаешь, ты все равно ухаживаешь за детьми, ты все равно варишь, готовишь борщище. Но само отношение очень многое меняет. Давайте, может быть, от общего, немножко так, к частному, конкретике перейдем и пройдемся по разным возрастам. Насколько ваша программа, программа «Недуховному бесплодию», которая стартует в сентябре, она затрагивает вот эти разные потребности людей с разными возрастами и социальными группами? Александр. Ну, мы понимаем, что возраст играет важную роль, потому что есть сезоны в жизни человека, и, соответственно, этим сезоном поиск какой-то, применение себя. Вот. Поэтому мы решили аудиторию, конечно, разделить. Кроме того, что разделили сами темы, они не будут повторяться. Все темы разные, но все об одном, чтобы человек был духовно-плодотворным. Но у нас даже будет какое-то воскресенье, одно из воскресеньев, где мы аудиторию разделяем. Старших людей берем отдельно с ними, работаем. работодателей и рабочих берем отдельно, подростков, даже не подростков, молодых людей, берем отдельно, помогаем определиться вообще, что такое карьера, как найти свое место в жизни. И мы не говорим об этом просто со светской плоскости. И еще одна аудитория, это будут служители, люди, которые служат, тоже им помочь. Как приготовить себе замену, как не перегореть. То есть все опять из жизни. Как помочь людям шагнуть дальше, как обезопасить людей, как вернуть им чувство уверенности перед Богом. Вот это конкретная задача. Мы создали целый комитет, мы над этим работали наверное 6-8 месяцев. Готовились, исследовали, молились, очень серьезно вот такие дебаты у нас были. То есть мы верим, что это не просто так занять людей, что эти три месяца это богоугодное дело. Вот эта программа рассчитана на три месяца. Вот как гореть, но не перегореть, это на самом деле касается не только служителей, это касается всех. Опять же мы говорим о том, что христианское отношение к труду, к любому труду, это очень такое добросовестное. И конечно же, когда человек выкладывается, особенно с учетом американской действительности, где выкладываться надо в три раза больше порой, чем даже у нас это было на родине, естественно, стоит вопрос, как распределить время, что делать, каким образом не потерять семью, но остаться в служении, каким образом развить бизнес, но не потерять Бога и семью, и так далее. Что делать? У тебя получается? У меня лично. Ты и пастор, ты и бизнесмен. Я бы сказал, получается, просто нужно научиться говорить «нет» и правильно расставлять свои приоритеты. Когда есть внутри баланс, тогда все вокруг, ты можешь поставить первое, второе, третье, главное, неглавное и идти вперед. То есть я думаю, что свободно получается у человека, у которого есть внутри баланс, мир и правильное направление. Если человек не знает, куда он идет, он будет все делать и ничего не получается и непонятно какой результат. Когда у человека есть направление, видение в жизни, он легко может сказать «я с тобой не имею время встретиться на ланч, а с тобой я хочу, потому что с тобой я расту и с тобой перспектива есть». И человек идет вперед, служит и исполняет свое предназначение. Но я хочу ответить на этот вопрос, что у вас есть для разных категорий людей, для молодых, для подростков, для женщин, для мужчин, для семейных. Кроме того, что у нас в воскресенье три месяца будет проходить богослужение, на сцене будут так-шоус, где будет пастор Александр проводить с людьми, где будет, например, три-четыре человека говорить только о том, как они перебороли себя, чтобы простить человека, рассказывать реальные примеры, духовные плоды в своей жизни, как и практические. На неделе мы хотим, у нас будут служить замечательные служители, но на неделе мы хотим, чтобы люди эту тему смогли разобрать, смогли над ней поработать. И каждый из проповеди выносит что-то свое, что Бог ему проговорил, поделиться с друг другом. У нас будут проходить домашние группы, то есть подростковые группы, женские группы, молодежные группы, общецерковные группы, пастырские группы. И в этих группах люди могут прийти и принести то, что написано в Ефесянам, когда вы собираетесь вместе. То есть на воскресном богослужении, где приходит тысяча людей, ты не принесешь этого. Ну, как бы у тебя есть, ты можешь получить, а на домашней группе ты приносишь, ты обогащаешь других откровением, которые ты получил, и в то же самое время люди обогащают тебя. его заметят на его уровне, ему послушат. То есть этих три месяца, то, что будет происходить в этой программе на сцене, мы хотим на максимум через все дела целки, как бы его прям проживать каким-то образом и внедрить. То есть это не просто существующие группы, которые сейчас создаются, специальные группы, те, которые боятся. Это всего три месяца, то есть непожизненный срок. Это только для членов церкви, это только для членов церкви или можно присоединиться? Это для всех желающих. Мы как бы мыслим, что если кому-то мы можем быть в благословении этой программой, то это будет здорово. Потому что для всех желающих с середины сентября по середину декабря вы просто, ну, прямо говоря, не пожалеете. Даже для маленьких деток Kids with Purpose программу именно на это время года делили, где маленькие детки смогут приносить плод своей жизни. Поехать, посадить деревья, какую-то школу покрасить, то есть прививать, насаждать, чтобы они учились служить. Мне очень интересна система поощрений. Я читал, как это было раньше, во времена Петра, в Российской империи, и сейчас недавно прочитал, в бразилийских тюрьмах тоже ввели систему поощрений в тюрьме. Если ты читаешь определенное количество книг, и если ты сдаешь доклад о том, что ты прочитал, пишешь диссертации, тебе сокращают 48 дней в году от твоего срока. Многие люди бросились учиться, то есть правительство понял, что вместо того, что они просиживают, дерутся, мы можем сократить твой срок. Практически, чуть ли не в два месяца каждый год. Только читай, учись. И мне очень нравится вот эта система как бы поощрений. Сам Господь говорит о наградах. Сам Господь говорит о наградах. И Он вознаграждает и в этой жизни. Мы видим, что один ничего не делает, и Библия говорит, у него отнимется, и то, что имеет. Уже опыт жизни показывает. Люди говорят, несправедливо. Одному дано столько. Нет. Человек верный в малом, ему дастся еще. Это есть рост, это есть развитие, это есть плод. Мы жили в Украине, эту картошку собирали, хуже картофельный мы готовили и съедали, лучше отбирали. Это на весну, это на посадку. Интересно мир устроен. Ты все съел, и все, иди попрошайничай. Мир так устроен, что ты должен распределять. Вот это отдаешь, вот это сеешь, потому что ты дальновидный человек. Вы знаете, есть еще одна проблема, скажем так, она на первый взгляд не сильно заметна, но одно дело, когда мы были в России, в Украине, Белоруссии, Молдове, служили, может быть, кто-то в большой, кто-то в маленькой церкви, где, может быть, ресурсы ограничены. И я там был, может быть, первый парень на деревне. А вот сюда я приехал, а тут такие мощные церкви, такие замечательные пастыры, а хор как поет. Очень хороший вопрос. Да. И понимаете, в чем дело? И куда я со своим, вот вроде как, у меня вроде и нет таланта даже, вот если я начинаю сравнивать с кем-то. Как мне быть? Что мне делать? Сергей, может быть, вы что-то посоветуете? Видишь, давай так, я уже раз заговорились за многодетную маму у плиты. Я не сварю такой борщ, как она. И никогда не смогу так с любовью обслужить многих детей. И так долго. И так долго, так упорно, и так настойчиво. Она не сможет, она потеряется на кафедре, как я возле плиты. Потому, у каждого есть свое предназначение. И под это предназначение Бог дает уникальные возможности способности. И как раз они раскрываются на месте моего предназначения. Они не обязательно должны быть какие-то сверхъестественные, как мы понимаем, шокирующие. Чаще всего, вот такие уникальные, которые у других нет. А вы можете привести пример? Самая простая вещь. Вот, например, дарь, ну, у нас была одна женщина. Вот она могла утешать. Вот я думаю, что у нее был дар утешения. Она приходила, и вот я наблюдал за ним много лет. Она пожилая женщина такая, она приходит, крепись, брат. Вот молись, и все будет хорошо. И ты знаешь, вот это слово настолько не входили, я попытался ее скопировать. Она же думает, ну, у них же так работает. Влече плачет, как-то воспринимает. Прихожу, говорю, брат, ну, все будет хорошо. Он говорит, что ты со мной смеешься, знаешь, мне так плохо. Мои слова не работали. Вот есть вот способность, вложенная Богом. И если ее увидеть, это цель наша, и вот ее применить в том месте, которое хочет Бог, обязательно любой талант расцветет. Я первое, несколько вещей убежден. Первое, что нету людей без способностей. Вообще. Сто процентов. Да. Второе, Бог не дал все способности одному человеку. И то, что есть у одного, повсередность совершенно нет у другого. И яркое то, что у него есть у одного, возможно, очень слабое другое, но Бог компенсирует другим. И вместе это гармония. Потому, человек смотрит, на кафедре нету, я не могу таким быть, как тот на кафедре, но я не могу быть таким, как у нас танка. Да. И еще есть... Потому, мы очень нуждаемся в другом. Еще есть ценнейшая мысль, на мой взгляд, в том, что не все люди могут быть ярко выраженными лидерами, но мы все работаем на одно видение. Что Ной таскает эти деревья и строит, что его сыновья. Но Бог показал Ною вот этот ковчег спасения. Но это не идея Ноя. Мне никогда не нравилось. Я большой противник того, что у пастора есть видение. Вообще, это богословски некорректно. Если у какой-то пастора есть видение, я не хочу с таким пастором иметь дело. Я не раб, чтобы работать на видение другого человека. Это унижает достоинство Церкви Христовой работать на видение видителей пастора. Но если это видение Господне, и всего лишь пастор, тот человек, которому Господь показал, он точно так же пашет на это видение, как и все остальные. Потому что мы все тела Христова. Только из-за того, что одним Бог больше показывает, другие присоединяются. Но когда люди это чувствуют, что их не используют как раб силу, что здесь нет преференций, ты больший, ты меньший, это здорово. Может, это пахнет социализмом, но на самом деле это здорово. Бог ною дал задание лодку строить, а Еноху проповедовать здесь параллельно. Но мы работали на одно и то же дело. Много молодых людей, иногда даже старшие приходят и спрашивают, как мне найти свое служение, как мне войти, что мне делать. Я говорю, во-первых, нельзя лежать на диване и ждать, когда придет ангел. И когда скажет тебе громкой трубою, ты будешь пастором. То есть, это практически никогда не происходит. Отдать пастором, а почему не молодец, не мотцом? Вот и проблема, что пишут и спрашивают на социальных сетях, как ты стал пастором. Для меня это какой-то глупый вопрос. Я всегда отвечаю молодым людям, я говорю, послушайте, все начинается с того, что ты посвящаешь себя и начинаешь служить на том поле, где тебе Бог позволяет. Где ты находишься? Начни делать маленькое. Что Бог начнет делать? Бог тебе будет доверять больше, доверять больше, показывать, открывать двери. И в свое время Бог раскроет тебе, что ты научишься слышать его голос, и он будет тебе направлять. Но научиться быть верным в малом, на чужом поле. Кстати, ни одного ученика, ни одного ученика Иисус не призвал с дивана, а всех оторвал от дел. Всех нашел на деле. Хороший. Хороший. Чтобы садить прямо от лодки, когда промывали сети, а тот собирал подоки. Всех от дела. Да. Прямо на рабочем месте призвал. Лучших кадров забирал. Лучших кадров забирал. Ведь действительно факт, что как правило, как правило, Павло тоже на дороге. Правило на дороге. Больше всего новых людей в церкви приводят не штатные евангелисты, а самые простые люди, которые умеют дружить и умеют служить. Которые умеют слушать, может быть, мало говорят, а больше делают. Ну, факт же. Это правда. Ну, факт же. Пастры Александрович часто эту мысль церкви говорит, что, друзья, у меня нет такого большого доступа, как у вас к народу, к людям. У вас есть этот доступ. Вы общаетесь. И как раз и получается, что 90% людей, они как раз и находятся на том поле, которое нужно евангелизировать. И нужно их активировать, чтобы они служили и приносили плод. А вот слово евангелизировать прозвучало, а я неоднократно слышал здесь от местных верующих о том, что, собственно говоря, Сакраменто вполне себе христианский город. Ну, если рассматривать славянскую часть, значит, и кому тут, собственно говоря, проповедовать? Вот еще ведь. Ведь нашли же себе отговорку, а? Ну, это понятие, в моем понимании, понятие благовестия, оно очень отличается от первого века. В первом веке действительно жили языческие народы, и имя Христа это было новое, это вообще новая тема, оно только произошло, это события недавние. В наше время я согласен, что люди имеют Евангелие, включают телевизор, много проповедей идет, но мне кажется, что самой веры нет, потому что вера многое меняет в жизни. Вера в господство Христа меняет в отношении к тому же приготовлению борща, к служению детям, жене, к способности прощать, снисходить, быть сговорчивым. Сама вера деньги человек приносит, инвестирует в правильные проекты, с неправильным делом не хочет иметь. То есть вот это мы сегодня понимаем под служением, даже под евангелизацией, мы понимаем, реформу сознания. Та же реформа требовалась и в Средневековье, во времена Лютера, Гуса, Цвингли, она требовалась, хотя вся Европа была христианизирована, вся Европа была католическая, но ты понимаешь, что это стагнация, общество остановилось, как желудок остановился, все, процесс остановился, потому требовался такой радикальный ход, требовался личный подвиг веры, личный пример, и оно воодушевило людей, вдохновило людей. Кроме того, Сакраменто, именно потому, что здесь очень много славян, является таким магнитом, который притягивает новых эмигрантов. Алексей, простите, что я больше говорю других, я вот смотрю, сейчас общаемся, там некоторые наши далекие родственники уехали, живут там в центре Америки, специально убежали от этих вот всех искушений нашего города, нашего штата, Калифорнии, всего прочего. Вот я понимаю, что есть как бы два сценария, два сценарных плана, как можно вообще свое христианство видеть, развивать и насаждать. И вот один из них, это как бы изоляция, люди постоянно уходят, уходят от вот этого давления, уходят в себя, консервируются, прячутся, да, вот они тоже это оправдывают, они тоже это объясняют, они тоже, может быть, страдают, там хуже условия жизни, да. Ради Господа делают. Ради Господа делают, да. И другой как бы сценарий, да, что ты понимаешь, что рядом живет очень много людей, тебе жалко этих людей, да, ты страдаешь, потому что это определенное давление, искушение, тебе больно, да. Но если бы Христос столько проводил время в молитве, и что? И что? Он один наслаждается общением с Отцом, Он ушел от этого всего искушения и мира, и что? То есть я думаю, что здесь нужно и с Богом проводить время, потому что нечего предложить миру, если мы не проводим времени с Богом, у нас вообще нечего дать этим людям. И если ты только с людьми, ну что, ну ты в депрессию упадешь, как и они, ты растворишься в этом обществе, ты сгоришь, да, ты растворишься желудочными соками этого кашалота и все. И когда люди часто говорят, что нет возможности евангелизировать, служить, барьер языковой, это неправда. Пускай придут к нам в офис, я им дам возможность служить, и помогу им, раскрою, если уже на то так пошло в глаза, как они могут приносить плод в городе Сакраменто. То есть возможностей масса, это только говорят ленивые люди и хитрые. Некоторые, я как бы маленький процент оставляю на те, которые не знают, просто им нужно поговорить, послужить. Даже пример, какое-то было время, моя мама как-то пришла, говорит, я вот не знаю, приехала в Америку, как мне служить. Но за то, что она внутри это носила, она была духовным человеком, через время она ушла в служение, у нее было сколько людей, сколько нужд, и служила, и знала по-английски два слова. Опять же, мне кажется, что мы в основном говорим с нашей колокольни, потому что мы за кафетрой, мы, Володя совершенно прав, когда он вспомнил это, мы далеки от масс, общество, намного ближе, наше церковное общество, намного ближе к светскому обществу, чем мы. Сам круг людей, который нас окружает, с которыми мы общаемся, ограничивает наш доступ к светским людям. Хотя я поддерживаю общение со многими неверующими людьми в городе. Но вопрос... Потому что ты входишь в эти 10 процентов. Можно ли? Чтобы влиять на 90. Да, да. А 90 делее и дальше. Это нормальная закономерность. Да, вы совершенно правы. Но мы все равно, даже сейчас, в нашей беседе, мы в основном крутимся способность утешать, молиться. Все равно церковный взгляд. Но я думаю, человек может быть хорошим ювелиром, хорошим каменщиком. Человек может... Тут даже бетономешалка. Я читал этого Фаберже, француза, которые изготовляли посуду для русских царей. Они были как-то этими гугенотами, они были протестантами. Французскими протестантами. Французскими протестантами, да. Они были богобоязненно воспитаны. Они уже были воспитаны в протестантизме полностью. Они ушли из католицизма. И они завоевали такое расположение, потому что очень качественно делали работу. Он взял всех своих сыновей, он прививал им чувство трудолюбия, ответственности, на тебя смотрит. Он уже имел очень большую ферму, сам Фаберже. Он носил с собой всегда молоточек, и любое изделие, которое делали люди некачественно, он их разбивал просто на глазах у них. Человек трудится месяц-два, он просто его разбивал. Это недостойно нашей фамилии, это недостойно нашего подхода к делу. Вот такой был критический человек к себе. Насколько он вытянул это все, что они стали лучшей фирмой. Ну, Алекс, в то же самое время Apple одна из лучших фирм и возглавляет ее гомосексуалист. То есть вопрос, как бы, кто этот человек, который может приносить плод? Это никак не противоречит тому, о чем мы говорим. Это мы говорим, что принципы человек взял, но тем более христиане должны понимать, что на фоне всех этих мировых религий мы проиграем, когда мы изолируемся. Мы должны наоборот во всех этих светских кругах... Иногда люди века сего дальновиднее, сынов света. А у меня есть... Но они просто используют... Ну, как используют? Ну, я не хочу... Да, у меня есть буквально свежий пример из моей жизни. Где-то два года назад переехал один мой приятель сюда, в Сакраменто, неверующий человек, ну, скажем так, условно верующий, как все православные в России, в Беларуси, в Украине в основном. И я наблюдал за его реакцией, его мнением по отношению к протестантам, как это мнение менялось в течение времени. И вот сначала от такого немножко пренебрежения, которое заложила ему его мама, потом интерес вдруг возник. И вот буквально недавно мы с ним встречаемся, он говорит, ты знаешь, я совершенно по-другому стал смотреть на верующих. Он работает в траковой компании, он созванивается, вот это все, и он говорит, я знаю, что если верующий дальнобойщик, водитель, то груз будет доставлен. Он по дороге никуда не... Представляете, как дорога ко Христу выстраивается, да? Просто из, да, из профессиональных отношений он делает этот вывод. Это не благовестие в прямом смысле слова, что кто-то ему втирает, простите за слово, да, вот ты неправильно веришь, а надо правильно верить, как мы верим. А здесь вот как раз та дорога, о которой мы говорим. Богословие сталкивается с разумом, а разум часто противится, а свидетельство сталкивается с сердцем. И он, это путь туда намного сильнее. Это путь, вера, это личный пример. Ближе туда. А к сожалению, намного проще. В нашем обществе сегодня спрашивают. Не надо мозги сильно включать, прямо у сердца. Сразу плод. Когда нанимают работников, сегодня спрашивают, ты верующий? Нет, неверующих берем. К сожалению. То есть, вот как бы разница. Часто, да. Вот где разница, то есть, как люди живут, как они представляют. Иногда у мирского можно найти лучше и более честности. Вот это не дорога к Христу или от Христа. Это отталкивает твоя вера? Лучше бы ты молчал, что ты такой. Если ты плохо себя ведешь в быту. И выходит, что отсидеться-то нельзя. Вот понимаете, в чем дело? Вот эта вот позиция, когда я вроде как здесь посерединке наполовинку, там вот есть пасторы, пусть они занимаются, а я вот, ну что ж, живу и живу. А получается, что вот эта линия, с чего мы начали, линия твоей веры, твоего плода или бесплодия, она проходит через твою жизнь. Ты не сможешь ничем закрыться. Если можно, да, Алексей, с вашего позволения, я хотел бы тоже обратиться просто к зрителям и, пользуясь, вот возможно, у нас осталось какие-то 8-9 минут, 2-3 минуты сказать, да, что на самом деле программа уникальна. Если вы внутренне не комплексуете просто посетить церковь, дом хлеба, вот начиная с 13 сентября, вот с этого предстоящего воскресенья и вплоть до рождественских праздников, в любое из воскресеньев, а лучше, если с самого начала, вы захотите сами для себя разобраться, насколько это важно, насколько критично или не настолько критично, вот быть бесплодным, номинальным быть. Где-то я наблюдаю, что наш протестантизм сегодня уже мало чем отличается от средневекового католицизма. Мы просто дремлем часто на наших скамьях церковных, мы просто ничего плохого не делаем, рождаемся в христианских семьях, вот что-то в этом есть чрезвычайно опасное, как-то тревога какая-то внутренняя есть, потому что жизнь веры это жизнь подвига, это постоянно жизнь самодачи, самосожжения, жизни для других людей. Ты не мыслишь категориями, что с тебя взять, ты мыслишь категориями, чем я могу тебе быть полезным. Сама установка внутренняя, ты не смотришь на людей, как на продукт, который, если ты в компании работаешь, в любом бизнесе, в любой отрасли деловой, да, можно смотреть на людей, как на потребительский, да, как и что я могу с тебя взять, и ты мне нужен ровно до тех пор, пока с тебя есть что взять. Настоящий служитель смотрит по-другому, чем я могу быть тебе полезен, даже если ты приходишь ко мне на работу, как я могу тебе послужить. У меня таких примеров очень много, у меня есть замечательные люди в своем, в моем окружении, которые хорошие бизнесмены, но они имеют прекрасное сердце, они просто людям помогали подниматься, они небезразличны, неравнодушны. И сами процветали. Реально процветали, реально, в огромнейшем уважении. Ты даже не скажешь, что он бизнесмен. Он просто человек, прежде чем бизнесмен. Он человек. И потому, если вы хотите на самом деле разобраться в этих вопросах, глубоко посвятить себя этому, мы вас приглашаем на этот курс. Войдите в структуру домашних групп. Уделите время, если вы серьезно хотите, откровенно и честно, сами для себя расставить определенные акценты. Не бойтесь. Это, как я сказал, не пожизненно. Это три месяца. Не можете все три месяца, определенное воскресенье, придите. Очень хорошая программа. И самое главное, что она от Господа. Она пришла в наше сердце, мы ее взяли, мы ее подготовили для вас, для города Сакраменто. То, что вы вначале сказали, что как бы себя вела церковь, если бы она знала, что живет последний год, это серьезный вызов, который стоит перед всеми нами. Созвучно с тем, что в своих произведениях писал Федор Михайлович Достоевский, знаменитое произведение «Идиот», где он вложил свои переживания. Как известно, по молодости он был приговорен к смертной казни, он переживал вот этот момент, и в последний момент смертная казнь была отменена. И вот в уста князя Мышкина он вложил свои размышления. Что, если бы не умирать? Что, если бы воротить жизнь? Жизнь, какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту век целый обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил. Его собеседница Александра спрашивает, ну что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту счетом? О нет, он мне сам говорил, я уже про это спрашивал, вовсе не так жил и много-много минут потерял. Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить в заправду, отсчитывая счетом. А мне думается, что все-таки можно, делает вывод князь. Так может быть, и нам стоит задуматься об этом? У нас недавно ушла в личность Юджин в церкви, дом хлеба, молодой парень, 30 с чем-то лет, и я с ним перед самой смертью буквально встречался. Не поймите меня превратно, но это было приятное общение. То есть, человека, цель, фокус, речь, разговор, все направлено на Бога, о Боге. Все приоритеты расставлены совершенно по-другому. То есть, он понимает, что ему остались считанные минуты. И вот эти люди, они по-другому расставляют все, что у них осталось. Я думаю, если мы, как бы, христиане осознали, что не боялись от пришествия, а понимали, что нам дано всего вот этих вот 80 лет, а осознанной жизни меньше, мы бы употребляли время совершенно по-другому. Совершенно по-другому собирали, служили, жертвовали и благоставляли бы друг друга. И ценили. Я был на одном семинаре здесь в городе, проводил, сейчас вспомню, какой-то видный христианский деятель, но это был бизнес-семинар около года назад. И он предложил интересную идею. Он говорит, мы поехали в Африку, в Индию, понаходили начинающих предпринимателей, которые только-только-только вот на дому у себя, там, две швейные машинки, там, или какую-то фабрику человек пытается наладить. Христиан, да? И мы предлагаем инвестировать в этих людей, вот, именно вот, которые работают, да, которые уже при деле. И меня это так воодушевило, и он через год потом показывал плод. Люди, которые давали, купили еще пять машинок швейных, купил еще какой-то ткацкий станок, там, да? Потому что люди уже работают. Я верю, что Бог так смотрит на нас сегодня. Если ты уже что-то делаешь, да, хотя бы читаешь, хотя бы придешь на семинар, есть смысл в тебя инвестировать. Ты хорошее поле. Спасибо большое, пасторы. Я начал программу со статистики и хочу закончить ею. Согласно докладу профессора Тодда Джонсона, количество христиан продолжает расти, несмотря ни на что. В ближайшей перспективе он рассчитывает на 1,1% прироста в год. Это выше, чем у всех остальных религий. В 2025 году, согласно Джонсону, доля христиан в общем населении мира составит 33,6%. Количество христиан увеличится на всех континентах мира, кроме Европы по известным причинам. Но, собственно говоря, это еще все, как говорят в народе, бабушка надвое сказала и вилами по воде писана, потому что, если абстрагироваться от этих цифр, то мы увидим в этой картине и себя, и от нашего вывода, от нашего решения, от наших поступков зависит, какая картина мира будет завтра. Это была программа «Влияние», я ее ведущий Алексей Боровских. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова